Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сейчас следующий наш гость будет в прямом эфире посредством скайпа современной технологии, особенно в период пандемии, очень цены и важны Кристиан Розенвайц у нас на прямой связи Добрый день, Кристиан! Добрый день! Я думаю, что наши радиослушатели ценят тебя не только как политолога но и как человек, который может делать какие-то даже такие вот философские выводы Вот все-таки, может быть, такой первый вопрос Вот мы жили, сколько получается, с 12 марта ну, видимо, до 9 июня в таком вот режиме чрезвычайной ситуации в самоизоляции учились вместе с нашими детьми в школе, прямо из дома Вот какие выводы ты можешь сделать из этой такой совершенно уникальной, наверное, ситуации для нашего поколения и не только вообще Вот что Латвия может... Как выйти из этого кризиса? Ну, такое, может быть твой взгляд на эти вещи Ну, честно говоря, я немножко разочарован Разочарован в чем? Что я-то думал и надеялся, точнее сказать, что да, будет это время мы этим временем воспользуемся поучимся и когда это закончится мы придем ну, восстановимся, условно говоря и будем немножко сильнее или более опытные и тому подобное То, что я сейчас чувствую, что, например, на этих днях, когда ну, как раз даже в часах когда обнародуется о том, что сейчас это все как бы закончилось время, надеясь, что не время тогда я такое чувство, что, типа, люди включают свои старые компьютера надеясь, что там является, типа, там что этот движок в компьютере со временем как бы тоже развивался Оказывается, там находится старый третий пентеум, который, знаешь, медленно загружается медленно там что-то, какой-то информации появляется медленно он работает и вместо того, чтобы, например воспользовать это время, которое было чтобы, ну, каким-то образом сделать какие-то, не знаю структурные реформы реформы в себе понять, что мы должны делать может быть, после этого более правильно, неправильно по большому счету мы ничего не сделали просто закончилось время трехмесячный, фактически отдых, не отдых и ничего такого не знаю, я не чувствую что мы приходим в эту новую ситуацию вернулись в нормальную жизнь условно говоря, более опытную нет, да, у нас, может быть, есть опыт как раз, как пережить это, может быть, трудное время там нет, типа, что не надо покупать так много гречки или так много туалетной бумаги там надо было, наоборот, что-то купить другое это, может быть, такие практические вещи да, там мы, может быть, поумнели но, типа, сказать, что мы очень хорошо воспользуемся ситуацией нет, наоборот, по-моему хотя была бы возможность потому что в это время была возможность на самом деле это очень многое ну вот интересно вот вроде бы кажется когда ты вот смотришь за выступлением нашего должностных лиц и правительство вроде и правильные вещи говорят и говорят нам о том что, вы знаете, ну мы несмотря на всю свою там жесткую фискальную политику сейчас о ней забываем будем тратить будем вам помогать будем разогревать экономику там 4 миллиарда 4,5 миллиардов и вроде бы когда действительно вот ты смотришь на экран телевизора думаешь ну молодцы ведь действительно стараются а в действительности нет, я честно скажу я не думаю что там есть какая-то такая шкурная идея или шкурная мысль нет нет я думаю что есть и даже старание и действительно старание сделать хорошие дела вопрос просто в том что ну по-моему не было ну ты не можешь вдруг взрослеть за 5 минут только потому что случилась такая ситуация ты должен был до этого уже быть готовым и нести какой-то держать в себе какой-то список хороших идей что хотелось бы когда-нибудь сделать типа придет время условно говоря когда мы смотрим на людей которые живут в своих усадьбах в своих домах на то что как минимум не рассказывают продавцы тех же там магазинов по стройдеталям что-то оказывается очень много людей сейчас что-то покупали что-то строили там у себя на дому потому что было время у людей было желание использовать время наконец-то сделать ремонт в квартире починить душ сделать огород поставить брусчатку и тому подобное для этих например как минимум индивидуально люди сумели какие-то вещи таким образом сделать когда у государства надо таким же образом придумать как эффективно использовать время и использовать ресурсы ну пожалуй по-моему там не до конца это все так было ну какие-то так ну больше-то выглядело как такое ну не что мы вели этот поезд или этот транспорт но что просто мы за ним как бы бегали и безусловно чрезвычайная ситуация это такая вещь которая ну вряд ли там кто-то можно упрекнуть что даже упрекнуть ни о чем потому что еще раз ну оправдание там есть была чрезвычайная ситуация вопрос в том что было ли у нас много коллективных идей это не на самом деле не только упрек по отношению там не знаю министру все равно к кому это больше вопрос в том какие у нас есть как бы желания потому что когда мы говорим о том что давайте будем строить дороги половина страны думает а значит опять сворует когда мы говорим о том что надо деньги поставить чуть ли не каждому выдать по тысячу евро когда те же самые или другие говорят о том что типа это же бездарно как можно так бездарно тратить деньги когда еще раз но это есть это не упрек нашему правительству на самом деле это упрек нам самим есть ли у нас вообще те идеи которые объединяют нас которые сейчас были нужны потому что как только заговаривается вопрос о том что мы построим не знаю там онкологические реновации какого-то больницы почему именно им почему не тем тогда иногда эти политиков я понимаю что при таком отношении нас к процессам то бишь когда мы сами не знаем что мы хотим и все что нам предподносят это плохо тогда я понимаю наших политиков что иногда им кажется лучше тогда раздать каждому по 500 это проще чем придумывать какие-то хорошие объединяющие идеи которые на самом деле как я люблю считать когда 1 плюс 1 это не 2 а 3 как минимум потому что еще раз например идея тех же дорог одновременно это как бы борьба с безработицей одновременно это дорога и тогда получается что это не просто уже 1 плюс 1 это уже ну как бы есть и дорога и еще безработицы нету и к тому же деньги подкачивают все как бы складывается а почему именно дороги а почему именно там а ну ясно там же скорее всего кто-то там участвует и там есть какие-то шкурные интересы именно у тех которые делают дороги хотя с другой стороны тоже это плохо что у нас нету помимо этих дорог ну ты сам какие еще идеи слышал да ты знаешь я в принципе разовое выступление министра культуры что может быть используем для построения этот самый концертный зал а что еще было больше ничего ну утепление домов это я еще слышал все ну это тоже не самая худшая идея но еще раз это может быть старая на самом деле вопрос в том что действительно нет других идей но это то что это то что поражает и к тому же еще раз при таком большом как бы ну потенциал людей ну тех же партий даже вопрос ну ты слышал много идей именно партийных где они как бы заявляют эй ребята у нас еще есть две идеи где потратить деньги ты знаешь что мне еще ну я не могу сказать удивило это не то слово вот твое мнение мы сейчас наблюдаем такую очень интересную картину кабинет министров ну постоянно ну что-то придумывает скажем так те или иные ограничения потом о том какие ограничения будут сниматься те или иные законодательные акты которые связаны с пандемией и потом дальше это направляется в парламент что-то оппозиция дискутирует что-то требует все предложения оппозиции до единого отклоняется и принимает тот вариант которого предложило правительство я все понимаю есть правящая коалиция есть оппозиция но тем не менее у нас парламентская республика и получается что 7 больше никаких идей вот возвращаясь вот твоей мысли об идеях ничего не генерирует они работают просто как вот машина для голосования все решает правительство а получается что депутаты как представители народа никакие свои идеи предложить не могут ну ты не думаешь что там что-то новое с другой стороны было и какие-то инициативы которые как раз парламентарии придумывали тоже спорта к примеру и не только но ты прав то что меня поразило мне вообще поразило то как себя провел наш сейм эти все вопросы по поводу которые могли бы быть на самом деле очень успешно введены ну когда просто ты чувствуешь что за процессами внедрения электронного управления на самом деле имеются другие шкурные интересы ну по-моему это не тот не тот формат или не та поприще где надо было принимать усилия хотя ну с другой стороны это по-моему есть одна из то есть это идет немножко против речи к тому что я сказал сначала потому что процесс или там во время этого пандемии она была как раз очень хорошая для того чтобы очень успешно и быстро без затрат на времени и с учетом того что через два чайных ситуация позволяет решение принимать намного быстрее была возможность очень быстро решить какие-то вопросы но это не значит что типа эти вопросы должны были прийти типа такие что давайте упраздним возможность оппозиционным депутатам участвовать в полемике наоборот лучше создать быстренькую быструю дискуссию быстро решить идти вперед тогда получается как бы опять же один плюс один это не два а три потому что тогда получается что мы как бы и решили быстро и в том числе как бы внедрили а сейчас а сейчас по-моему этот раздел между позицией и оппозиции во время пандемии когда надо было быть наоборот чем больше мы вместе и там подобное как раз наоборот пошло что типа ну этот раздел и честно говоря мне не волнует не только раздел между позицией и оппозиции мне волнует и раздел по поводу там тех же заявлений по поводу на русском и не только потому что как будто типа если так спросить а кто из такой большой элиты за это беседует никто процесс сам по себе идет вперед по поводу того же седьмого канала по большому счету у нас скоро не будет телевизионных каналов на русском языке я сейчас не буду спорить хорошо ли это или плохо но как минимум это надо было решать ну как бы сообща придумывая какие-то поводы зачем это делаем чтобы было понятно как это действует тут как бы типа за предлогом чего-то есть какие-то технические вопросы вместо того чтобы каким-то образом возможность воспользоваться и объединить эти какие-то усилия наоборот получается с одной стороны день до этого принимается решение что отдается коммерческим каналам возможность пользоваться луфийским каналом новостями потому что нужно информировать ту же аудиторию через пару месяцев но не заканчиваясь еще тому же сроку через здравом положении новое заявление и вопрос еще раз в том что по большому что никто за это не отвечает как бы там такой самотеком идет вопрос вот интересно в продолжении твоей мысли вот мне иногда кажется что определенная часть не знаю политической элиты они как бы живут не вот в той стране вот в реальности которая есть а в той которую они хотят представить вот они хотят представить что нет другой части населения или вся другая часть переключилась с ЛТВ-7 ну я образно говорю а нету больше ЛТВ-7 ну хорошо переключимся на ЛТВ-1 да потому что вот нам сказали что нужно переключиться на ЛТВ-1 и мы все переключимся да вот ну нет этой части почти 40% населения потому что политики не хотят их видеть их нет И у меня, может быть, я не прав, ты меня опровергнешь, но у меня создается такое ощущение, что и президент вот с такой позицией согласен. Ну, по поводу президента мы можем поговорить немножко даже раздельно, потому что, честно говоря, по-моему, он в этот процесс затерялся. Полностью, по-моему, да. Затерялся именно как президент, потому что, ну, я скажу свое мнение, что до этого он как бы шел на поводу повестки дня, которая создавалась как бы протоколом, потому что быть в Латвии президентом, который является, условно говоря, в качестве свадебного генерала, который должен приехать, поздравить, открыть ленточку, сказать пару добрых слов. Почетную грамоту, да. Какого-то там ноября и мая, и не только. Это все складно. Как только образовался коронавирус, и он был за, как бы, его протокольные активности были просто-напросто упразднены из-за отсутствия возможности выйти на улицу, да, оказалось, что никому не нужен. Ну, даже СМИ по-большому, что вряд ли, ну, там, как я понимаю, даже не обращались. Ну, нет-нет, ну, типа, забыли про него, да. И это, на самом деле, я надеюсь, будет уроком для него. На самом деле, что он поймет, что президентом хорошим быть можно тогда, когда не ты подчиняешься протоколу, а наоборот, ты подчиняешься протоколу. Ты должен быть тот, который управляет своей повесткой дня, а не повестка дня должна управлять тобой. И, на самом деле, я надеюсь, что он это понимает сейчас, потому что я думаю, что вряд ли он хотел бы оказаться еще раз в такой ситуации. Потому что из всей верхушки страны, по-большому, что-то он был самым никому не нужным в этом процессе. Да, вот это интересное замечание, потому что он даже когда все-таки вспомнил, что вообще-то надо как-то заявить о себе, там, и возобновил вот эти вот встречи, и сначала в удаленном режиме с премьер-министром, он пытался что-то говорить, что, ну, это все было настолько, мне кажется, так скомканно и неловко. Ну, вы там слушайте правительство, оно дело говорит. Вот примерно вот такой был месседж от президента. Больше ничего. И какие-то юридические нюансы он говорил, где он больше напоминал какого-то консультанта юридического бюро СИИМа, чем президента. Может быть, мы, конечно, к нему несправедливы, но вот мне не создалось впечатление, что он выступил с каким-то, не знаю, душевным обращением к населению. Вот была у него какая-то попытка, где он 30 секунд говорил о том, что слушайте правительство, не выходите из дома, и счастье вам будет. И это, в принципе, все. Где этот отец нации? Где это президент всех латвийцев? Ну, вот я даже такой важный момент, о чем ты тоже говорил, это общественное телевидение, да, вот эти новости на русском языке, не будет. Ну, не будет и не будет. Президент даже порадовался. Ну, да, из этого темы буду его избегать немножко, но если мы возвращаемся к президенту, это, на самом деле, важная тема. Еще раз повторяюсь, я думаю, что он это понял сам. Надеюсь. Потому что я думаю, что он понимает, что надо управлять процессом, а не идти на поводу его. На самом деле, это не проблема нашего действующего президента, это проблема вообще всех президентов до этого, что успевает именно тот, который понимает, что это та повестка дня, которая и так складывается. Потому что какая она есть? Открыть вот это, прийти туда, там будут журналисты, там тебе встречат, ты там что-то скажи, ты все равно будешь мелкать на виду у камеры. То есть, как бы все в порядке. На самом деле, это просто, ну, теперь же есть возможности другие. Намного более, как бы, извиняюсь, намного активнее. И в этом случае, когда, безусловно, все министерства, там тот же Сейн принимает в спешке какие-то решения, потому что он вот это отвечает. Это министерство, премьер, министр здравоохранения занимается, как бы, оперативной работой. Серьезно, в этом, как бы, теряется. Хотя, как раз, если мы говорим, что мог бы делать президент в этой ситуации, это как раз быть тому, который смотрит именно на пять минут вперед, как мы будем готовы прийти обратно, не финансово и не административно, а как раз эмоционально. Чтобы сохранять, как бы, дух, думать о том, что мы можем поменять, вести эту дискуссию про возможных изменений и там подобных. Так что мы можем, ну, как бы, держать эту дискуссию именно про долгосрочные цели. Например, еще раз говорю, я повторяюсь, может быть, повторяюсь, повторяюсь еще раз, что, например, под пример именно депо-магазина, который репортовал, как бы, или там давал эту сводку о том, как много сейчас люди покупают стройматериалов сравнительно с другими временами. Как, например, там, типа, Адашки, этот завод, покрытие для крыш дома, да, что, типа, люди настолько много занимались, как бы, переоборудованием, не то, что новостройкой, а, ну, как бы, стройкой, назовем это так. Это показало, что, типа, на уровне такого хозяйства у людей с планированием все было в порядке. Вопрос, почему мы в стране это не сделали, почему мы не упразднили или не переделали, например, там, как я это полагал, что будет закончиться ковид, будет не так, что, типа, мы отбросили какие-то там, типа, 10% сторожей, которые, на самом деле, не самые ненужные люди, как оказалось, да, а что мы реально пересмотрим, например, тоже госуправление, что оно может сделать неправильно. Мы все там, типа, в марте говорили, что мы придем после окончания ковида, мы придем намного умнее на тему, как можно управлять процессами отдаленно и тому подобное. Ну, что? Ну, на это как-то отражается, на то, что, типа, мы сейчас закончили, и, к примеру, в штатном расписании, там, на половину наших ведомств получается, что мы можем что-то упразднить, что-то сохранить и тому подобное. Ну, ты это слышал про это? Ничего. Нет. Я видел только то, что да, мы поумнели. Те же самые люди с теми же самыми. С другой стороны, может быть, я опять не прав, в том плане, что, типа, если у нас, я не знаю цифры, на самом деле, честно говоря, я не знаю цифры, по поводу безработицы. Я только слышал, что там, типа, есть разные, там, где-то они побольше, где-то они поменьше. Ну, тоже глупо, если есть ли безработица, тогда по-большому что надо людям как раз работу давать. И, опять же, вопрос, когда не надо, когда не надо их всех сокращать, наоборот, надо сохранять места и, ну, снижать зарплаты. Ну, чтобы общий, ну, общий ресурс, который, человеческий ресурс, он был, как бы, задействован, чтобы не было безработицы. Опять тогда надо ставить цель какую-то. И как раз для этой цели опять нужен президент. Хотя мог бы быть президент, который ставит, условно говоря, сверхзадачи над политическими, ну, как бы, конъюнктурой сегодняшнего дня. Потому что президент, в отличие от премьера, который, я полагаю, я думаю, честно признаюсь в таком грехе, что я боюсь, что как только закончится такой выход на линию нормальной жизни, и не будет этого, как бы, рамки коронавируса, которые содерживали нашу коалицию вместе, я думаю, что она может распасться, на самом деле. Да. Но это намного ближе, чем было до этого. Они до этого были в таком условии, не в хороводе. Да, да, да. Я думаю, что сейчас после того, когда будет уже, как бы, ну, ну, это как в семье, когда, как бы, несчастье все объединяется, не ссорится, когда, ну, вроде проходит, да. И нормальная жизнь начинается уже по-другому. Ну, я так понимаю, что основные возмутители и спокойствия это все-таки вот и КП, и КПВЛВ, то есть новые консерваторы, и вот партии КПВЛВ. Они все время, я так понимаю, друг с другом не могут выяснить отношения. Ну, я думаю, не только. Просто, с другой стороны, и с ними недовольны другие. И, честно говоря, и упреки, которые иногда бывают у обеих, не совсем уже неадекватные. Другой вопрос, что это, может быть, я их не поддерживаю, мне не всегда нравится та линия, которую они там делают, и мне всегда нравятся те идеи, которые они представляют. Но все равно, упреки-то иногда бывают по ихней политической логике адекватные. Это правда. Вот интересно, что даже во время вот этой пандемии не остановился процесс, который у нас называется административная территориальная реформа. И хотя мы режиме, может быть, меньше, как бы вникаем в суть проблемы, но я так понимаю, тебе, как жителю провинции, это все ближе и знакомо. Как ты вообще относишься к этому процессу? Потому что, с одной стороны, даже вот не специалисту, понятно, ну, 119 самоправлений, может быть, и многовато для небольшой страны. Вот как ты все это видишь, может быть, из политической и социальной точки зрения? Административная реформа была одна из тех реформ, которые как раз на фоне коронавируса нужно было завершить в том плане, что все равно, ну, как бы ты не будешь объединять эти округа, ну, и... Края, да. И пагаст, как переводится так? Волости. Волости. Да. Там все равно будет кто-то недоволен. Ну, как раз, ну, опять же, немножко странно то, что мы так долго ждали. Ну, если ты знал, что, например, есть коронавирус, есть возможность, ты же знал, что это будет как минимум на два месяца, ну, примерно, да. Да, быстренько принимай решение. Не, быстренько это упаковывай, завершай, утрированно форсируй, потому что... И к тому же не форсируй ее так, как она сейчас сделана до конца, потому что то, что ты будешь... Чем больше ты оставляешь в этой реформе незавершенность, чем больше появляется неконсеквентность, потому что там, типа, кто-то, ну, достучался к кого-то слишком... Кто-то слишком громко, утрированно рядал, и в конце концов кому-то пошли на поводу. И тогда получается, что, типа, с одной стороны, помнишь, сначала было по поводу той же, где я живу. Сначала была идея, что Ялгова объединяется там с возволниками и Ялговским краем. Потом как-то умудрились передоказать, что, типа, нет, так нельзя, сначала Ялгова остается, потом будет Ялгова и возволник вместе. Потом кто-то еще приходит, там, третий. И эти принципы являются не принципы таким, что, типа, у нас есть некий такой, ну, шаблон, по которому, условно говоря, оставим, там, типа, было 20 человек, видим их по трое, и, условно говоря, там, ну, не делится, окей, там будет, там, там еще двое по четыре, по четыре. Ну, нет, там, типа, вдруг там один город остается, другой город не остается. В Саукровске, как бы, там, какие-то там тайвзамские интересы, там объединяемся с кем-то. Это в другом городе, там, надо, наоборот, там, кому-то утрировано, отомстители, там, что-то сделать. Там тот же принцип, который соблюдается в том волости, там он не собирается, делается напротив, именно наоборот. Из этого, например, если так честно говоря, то, что эта реформа является, ну, нужной для того, чтобы сократить число, это, безусловно, ну, как она исполняется? Ну, никак. И тогда, например, там, был бы один хозяин этого процесса, один бы. Вот не так, что, типа, есть какой-то депутат, которого, знаешь, как его зовут, который заведет этой реформой? Именно как депутат. Нет. Ну, новичок по большому штуку в политике. Да, да. Это будет его главным козелем в ближайшие годы. Господин Пелш, по-моему. Что? Господин Пелш, по-моему, если мне память не изменяет. И завтра, чтобы... Что ты его еще знаешь? В принципе, это все, да. Да. И он, ну, я не чувствую, что он является, как бы, ну, хозяином процесса. Хозяином процесса, скорее всего, все-таки является министром. Да. Да, например, я был бы этим министром, ну, условно говоря, в этой же ситуации. Типа, ну, есть возможность, знаешь, по-волевому решить. Так, ребята, в салкросты? Нет. Не пройдет. Потому что это неправильно. Мы не хотим создавать вот такие типа вот структуры. Или наоборот, в Валке, там, типа, упреки, стренчи, что мы не хотим в отсталую Валку. Ну, к примеру, нет, вы должны быть вместе, потому что мы так, условно говоря, так нужно для страны, так мы идем вперед. Потому что, еще раз, и как-то странно получается. В одних местах ты можешь сказать сильно, там, их человеку, там, упрекая, что, типа, вам это не положено. А там, как бы, нельзя. Ну, тогда опять нескладно. Ну, был бы ты министром, отвечаешь за процесс, быстренько принимаешь решение. У тебя есть супер-время коронавируса. Ты мотивируешь, почему ты это делаешь. Так, чтобы всем было ясно, что мы там делаем. Вот поэтому, потому что для нашей страны так нужно лучше. И, по большому счету, все тебе даже хлопают. Потому что, ну, да, может быть, ты там, лично, живя там, не согласен. Но, в принципе, ты понимаешь, что там есть логика, почему так должно быть сделано. Я не почувствовал. Может быть, такой... Чувствовал, больше, знаешь, такой рассол, типа, там, кто сильнее, по-тихору, как-то там может... То есть, ты понимаешь, что логика, почему, например, Елгавский Новоц сейчас может быть без Елгава вместе? А почему Салгурс, например, там что-то решили по-другому? Ты понимаешь, что логика или нет? Нет. Совершенно непонятно, да. Такое ощущение, что разные группы лоббистов, и кто более удачно это все пролоббировал, тот и победил в результате. Они даже не закруднялись объяснять, по большому счету. Да, это правда. Ну, зачем? Типа, мы там решили все, и вам это как бы не знать, по большому счету. Вообще, это всегда, как бы, меня поражает, может быть, не тот слов, всегда удивляет, что ведь на каждые выборы приходят какие-то новые силы, да? Новые партии. Это у нас такая традиция. Под каждые выборы создается одна-две новых партий, которые говорят уж, мы-то точно будем проводить новую политику. Мы будем оппозиции прислушиваться к населению, прислушиваться, будем вообще вот близко к народу. И как только дело доходит до реальной власти, такое ощущение, что то ли какой-то вирус их поражает всех, то ли они вообще забывают обо всем, вот, своих обещаниях. Вот на твой взгляд, что это вообще? Я не думаю, что наши политики являются отстраненными от нашего общества, и что они делают что-то такое против чего-то. Ну, так это положено, по большому счету. Так мы живем. Мы, как в свое время, шучили по поводу, кто-то сказал, по-моему, это было, не говоришь, как говорил Лембергс, но, может быть, я не прав, и мне неправильно сказали, что, типа, латушители делятся в две части. Первая, кто ворует, и вторая, те, которые хотели бы упразднить, те, которые воруют, чтобы потом самим воровать. Что нету тех-третьих в большинстве, которые должно было быть. Что говорят, вообще-то воровать-то плохо. Ну, я сейчас специально утрировал это все. Но все равно, я думаю, ты понял, что я сказал. Да, конечно. И тогда вопрос в том, что когда... Когда... Если мы вообще сейчас смотрим... Ты говорил по поводу... Сам 5-10 минут назад ты говорил на тему, что наши политики живут в каком-то самом своем пузыре. В своем мире, да. Я думаю, что, на самом деле, это очень большая проблема вот как раз изменений, которые прошли после коронавируса, что очень большая изоляционность по домам и в своих социальных сетях, и зависимость своего настроения, взгляда и там подобное от своего пузыря, что это вообще еще больше влияет на ситуацию. Что мы реально живем с каждым своим пузырем, по большому счету. Это на самом деле... Во-первых, мы боимся оттуда выйти. И то, что сейчас тоже говорят, там были какие-то исследования на тему, публикации, что не все хотят заканчить 9 июня коронавирусской... Кому-то понравилось жить чрезвычайной ситуацией. Да. На самом деле, там есть свои плюсы, ну, честно. Это с одной стороны. И с другой стороны, люди боятся выйти от этого... И они, как бы, даже когда им говорят, что ты знаешь, что на улице что-то другое есть, они боятся, и они защищаются. Они защищаются, типа, они против ухода от этой иллюзии. И там то, что меня тоже еще волнует, помимо прочего, это такая, ну, знаешь, ненависть, которая нарастает. Ну, отсутствие способности выслушать, общаться. Ну, по-русски в классике «держи мордовцы». Ну, каждая дискуссия заканчивается. Ты сам дурак. И, возможно, там... Знаешь, как я помню, мне шутили ребята из группы Юпров, знаешь их, хорошие, выдающиеся латышские певцы. Они, это как шутка была, самый любимый анекдот. До 5-летнего возраста я думал, что моя фамилия «Заткнись». Это анекдот, да? Да. И вот то же самое, ну, посмотри, все дискуссии, по-большому, что заканчивается только одним. Ну, «Заткнись». «Заткнись», да. Ты не спрашиваешь. Кто ты такой вообще? И, на самом деле, это тоже пугает. Да. Может быть, такой совсем у нас мало времени остается. Буквально такой штрих, может быть. Все-таки есть какая-то надежда, что общество, как общество, мы сейчас не говорим про политическую элиту, что она вот после этой пандемии выйдет все-таки более, не знаю, сплоченной. И какие-то такие вопросы, ну, которые не главные, да, уйдут как бы на второй план, но что мы не будем все время там делиться по тем или иным каким-то там, не знаю, национальным коридорам языковым и так далее, что мы поймем, что есть какие-то вот главные ценности. Может быть, это звучит пафосно, не знаю, жизнь, здоровье, там, общий дом, какая-то взаимопомощь, ну, кроме там политических игр и так далее. Как тебе кажется? Или слишком много я хочу от общества? Знаешь, скажу тебе, не хочу, ну, я не политик, я не должен призывать... Нет, нет, не надо. Хотя, может быть, иногда мы с тобой политиком бываем больше, чем наши политики. Да, да. Но и наши президенты, как ты правильно сказал, становятся консультантами Сейма по юридическим вопросам, а не президенты, которые призывают на борьбу или на какие-то подвиги. Ну, почему я начал с такого, как бы, захода? Потому что, если бы мы про это говорили 12 марта, я мог бы думать, что там есть возможность найти этот ресурс и про это думать. Я не исключаю, что это все еще возможно. Ну, чтобы вообще иметь повестку дня, ту, которую ты только что назвал, ну, это надо, чтобы про это говорил не только один, условно говоря, русскоязычное радио, в уголке которых, ну, та же власть насильно заставляет, типа, вы же тоже по-большому что-то кремлевские агенты, и все яблоки, которые на вас ставятся, да. И найди мне тогда ту политическую ответственную фигуру, которая вот этот вопрос, который ты сейчас задал, поднимает в повестке дня как главный. Я его не вижу. То бишь, и не может быть так, что типа там... Да, еще раз, если идея настолько сильная, она может и как бы этот, ну, заслон как бы переподвинуть, да. Но я не вижу и идеи в этом, потому что на самом деле, наоборот, по-моему, при этой изоляционности, например, то, что я смотрю в своем пузыре того же интернета, да, там на самом деле есть еще больше, есть еще больше неверующих, еще больше тех, которые там типа там во всем винят, не знаю, одни латыши, там, не знаю, москалей, ну, то бишь, я эту, как бы, не то, что... Это не агрессивность, это такая, знаешь, ну... Ну, да, можно сказать, агрессивность. Она, по-моему, растет. И если ее, как бы, не управлять, по большому счету, ну, еще раз, ну, посмотри, как из ковида сейчас выходит Америка. Ну, и если меня так спрашиваешь, отчего я думаю больше, почему я говорю так странно, ну, так осторожно, что мне кажется как раз наоборот, типа, ну, ближе к сценарию плохому, чем хорошему, потому что мы ничего не делаем, чтобы этого хорошего сценарию, как бы, способствовать, и не способствовать плохому сценарию. А плохой сценарий, ну, там, ладно, сейчас люди говорят, что его кто-то специально поджигает, там, хотя, знаешь, честно говорю, я думаю, что при том психозе и при том разочаровании на самом деле не надо быть очень много, как бы, инъекций извне, чтобы что-то делать. Потому что то, что сейчас, по-моему, ну, как я вижу в американском, да, это один вопрос, условно назовем это национальным, да, но это больше вопрос, по-моему, в том числе и такой без веры, без выходности. И то, что, например, там, если так спрашиваешь, что мне лично сейчас как раз пугает, не пугает то, что мы от этого ковида вышли, нас пугает типа тем, что типа, ребята, сейчас ничего не возобновилось, так же будем жить, и не знаем, как еще долго, и, может быть, даже школу не начнем, и вообще никаких планов, пожалуйста, не стройте, ничего не планируйте. И на таком, как бы, если ты в церковь, люди не ходят, потому что не могли ходить, ну, там и душевного нету, по-большому что-то не знаешь. Но это самая такая худшая возможность, что есть, жить без веры к завтрашнему дню. И это, на самом деле, там, это создает, ну, нерв, такое, я знаю про русский славянный, нервность, ну, как правильно, нервозность. Нервозность, да, нервозность. Спасибо. Поражается так, вот тут нужно, чтобы у нас были процессы, где мы были в мире, как бы, передовыми. Сейчас, наоборот, как раз, получается, нет, наоборот, типа, кто-то впереди нас, нам есть у кого учиться. Слава дай Богу, у нас есть люди, которые поучатся от этого. Это правда. Кристиан Розенвации у нас был на прямой связи, такой интересный у нас разговор получился. Будем надеяться, что все мы извлечем из этой, действительно, чрезвычайной ситуации уроки, большое спасибо.